Зимой в 1944 году, помню я, как зима была очень холодная, морозная зима была. Утром, ну мы-то спали, но после шума мы проснулись когда, смотрим, полный дом людей, военные, солдаты, в форме, одетые, и гражданские с ними были. Гражданские были осетины местные, с ними вместе. Начали шуметь, разговаривать, и мы, по-русски-то я не понимал тогда. Поменьше меня, которые были, брат, сестра, они плакать начали, орать начали, солдаты кричать начали. Гражданские, которые были, два человека было с ними, гражданские, они больше кричали на нас. Это были осетины, местные осетины были с ними. Они с Владикавказа были. Мы-то в селе жили, шесть километров от города. Они с города были. Собирайтесь, вещи собирайте свои, что можете, возьмите с собой. А взрослые мужчины на собрании все. Отца забрали на собрании, но мы тут матери помогать начали. У нас был на руках шестимесячный ребенок был, брат этот был. Мать на одной руке его держит, а с одной рукой вещи собирает. И мы тут помогаем ей. Мужиков назад домой не пускали, но начали проситься, отец рассказывал, начали проситься, чтобы пустить домой, чтобы собрать кое-что из вещей. Он вернулся, когда начал помогать, все собирать. Один военный офицер говорит отцу, «У тебя семья большая, скот зарежь, скотину зарежь, мясо возьмите с собой». Отец пошел в сарай, и я с ним пошел, старший брат пошел. Мы пошли троем. Отец привязанный стояла, скотина. Телка была, большая телка. Мы эту телку связали, положили и зарезали. Шкуру сняли. Быстро все это делали. И матрас опустошили, матрасовку взяли и туда это мясо положили. И вот, когда начали нас сажать в машину, когда начали сажать в машину, отец и старший брат, они начали это мясо ложить в машину. И вот этот гражданский осетин винтовку наставил на отца и говорит, «Положи, не трогай». Отец говорит, что вот офицер разрешил жить, при тебе это все было, зарезать скотину. «Нет, не возьмете». И не дал взять. Винтовки были у них, длинные винтовки такие. Наставил винтовку и запретил мясо взять. То, что собрали вещи, половину даже не разрешили взять из вещей. Машина была швейная. Мать взяла эту машину, одной рукой руку затолкала под машину и взяла эту машину. А этот гражданский осетин налетел на мать и забрал машину. И от пол, как ударил эту машину, как вот вспомню я, машина раскололась на две-три части. Не дал взять. И настолько было строго. Кричали, орали. Вот эти гражданские, которые с ним были, они на нас сильно действовали. Офицеры, они по домам пошли везде проверять, все, оружие есть или нет. Смотрели, все, обыскивали. Очень мало мы кукурузу даже не взяли. Два мешка кукурузы мы приготовили, запретили взять, не дали. Мясо не дали взять. Ничего, кое-что, немножко из вещей взяли. И на этом все. Шесть семей в одну машину погрузили. Шесть семей. Привезли Владикавказ на железнодорожный вокзал. Там стоят вагоны, стучат, работают там в вагонах. Это были рабочие. Устанавливали там буржуйки, нары делали. И до самого вечера, до самого вечера нас на холоде держали на железнодорожном вокзале. Не одних нас, многих, которых привозят и разгружают там. Привозят, разгружают машины, уходят. Но мы одеты были хорошо. Жили очень хорошо. Одежда была. Мать одела нас теплым одеждой. На ногах обувь была хорошая. Ну, проторчали целый день. Вечером посадили в железнодорожный вагон. Вагоны были, которые возили скот. Товарные вагоны. Грязные. Эти нары делали, как шепки. Все эти валяются. Ну, шепки это все собрали для топки, для буржуйки. Они пригодились. Настолько было строго, нельзя было повернуться. Отлучиться нельзя было на шаг. Никуда отлучиться нельзя было. Стояли на винтовке, наставили. Кругом. Вот это в Владикавказе железнодорожный вокзал. Он был окружен солдатами с винтовками. И держали, никуда не пускали. Вот было настолько строго. Посадили в вагон. И помню я ночью, ночью уже, когда загрузили, очень много семей затолкали в этот вагон. Теснота была. Не повернуться, не сесть. На одной ноге приходилось стоять. Очень было строго. Нельзя было слово сказать. Если что-нибудь скажешь обухом винтовки, сколько я смотрел, били стариков, мужиков, били этими винтовками. Ничего нельзя было сказать, что им воды дать, или что-нибудь, или тесно, или невозможно так. Ничего нельзя было сказать. Одно слышалось только «Враги, вы враги народа. Вас нужно было расстрелять». Вот эти были слова только. слышали от офицеров и от солдат. Осетины, женщины, молодые, старые. Полный вокзал было людей, осетинов. Радовались, на гармошке играли, танцевали. Что нас увозят, они радовались. Это жить неправду. Говорили, что мы враги народа, что мы не служили в армии. Многие не вернулись. Из нашей фамилии, из нашей матиевской фамилии, 9 человек на войну уходили. Это близкие ваши родственники. Близкие наши родственники, наши матиевские, близкие наши родственники, наши фамилии. 9 человек ушли на войну и вернулись. Отец мой вернулся, Можид вернулся. И Мухарбек вернулся. Он тоже лет 5 тому назад умер. Полная группа у него ордена были. Грозненский он. После войны Грозненский он переехал, в Троицком жил. Сыновья его живут в Троицком. Вот они трои только вернулись, из 9 человек. Отец мой лично был на войне, и вот до нашей выселки его домой вернули отца. Где он воевал? Он в Краснодаре был с самого начала. В Краснодаре был, а потом после этого был, после Краснодара, не помню, Мариуполе или что, на Украину у нас город бросили. Вагон тронулся, поезд тронулся, и мы поехали. Ехали, помню я, в день три раза пищу давали, баланду, в канистрах подавали вагоны, поезд, где остановятся на станциях, там выдавали еду. суп там, черный хлеб. Старались детей кормить, сами не кушать, взрослые, мужики и женщины. Так мы ехали, 18 дней мы ехали. Перекликивались, кричали с вагона в вагон, вот такие и есть с вами, такие и есть с вами. Люди многие были в гостях, уехали в гости, и не знали о том, что депортация будет. И так с ними, с родственниками ехали. И многие находились. С нами была материна, с сестрой, дочка. Меньше меня была. Она приехала к нам в гости с Назрани, в Осетию. И с нами забрали ее. И вот мы эту девочку, родители нашли, отец с вагона, в вагон кричали, такие люди есть, такие фамилии есть. И он откликнулся, и подоспел к нам, к нашему вагону, и забрал свою девочку. Ну, в Казахстане мы жили в разных местах. И когда приехали в Казахстан, как Читавская область, курорт Боровой, Щучинск назывался он, Щучинский район, курорт Боровой. Прибыли зима, холодно, ужас. Ну, мы так хорошо одетые были. У нас отец, мать одели хорошо. Но все равно холодно, мороз был. И смотрю я на быки. Сани, запреженные быки. И на санях стоит ящик большой, в этом ящике солома, чтобы сесть нам, окутаться этой соломой, закрыть ноги, все. Солома была. Вот посадили нас полностью в эту колоду. длинная колода была, пара быков было запряженных, женщина была, которая за нами приехала. Мужиков мало было, на войне были мужики, редко кто без руки, без ноги, которые были, только вот так были мужиков из местных. А так женщины были. И вот это нас посадили на солому. И, как я сейчас помню, два тулупа было. Эти тулупы назывались овчинные большие шубы. Шубу оденешь, еще сверху в Казахстане одевали тулуп. Они широкие были, большие, чтобы не замерзнуть. Вот она нас тулупами этими укрывала. Ну, 18 километров надо, сказала она, ехать надо. На быках 18 километров в морозную ночь. И мы прибыли. Под утро прибыли. Большой дом, деревянный дом был, большой. Света не было, так эти, горели керосинки. И нас, нашу семью поместили в этот дом. Хозяйка была, и у нее одна дочка была. Больше никого не было. Большой дом. зашли в дом, зашли, тепло, русская печка горит там внутри. Тепло, так приятно, так хорошо. Раздели нас, посадили. Эта хозяйка, она предупреждена, видать, была уже, кушать приготовила нам всем. Все сели, за стол сели мы, дети, и кушали. Помню, я картошка вареная была, хлеб, да, разные, капуста была, соленая. и так покушали хорошо, чай попили и уложили, легли спать. Я рано встал, проснулись утром. Смотрю, большой дом, хороший дом, хозяйка что-то там готовит, русская женщина. Дочка взрослая у нее была, но после, я уже так понял, только через два-три дня она ненормальная была, дочка. Орала, кричала, что она говорит, я не знал. И она, хозяйка, утешала ее, молчи, говорит. Ну, жили мы у этой хозяйки, очень хорошо жили. Она нас приняла очень хорошо. Ну, муж у нее на войне был, он погиб на войне, перед концом войны она говорила, погиб уже, после говорила нам уже. Паек начали выдавать, и мать тоже готовила. У хозяйки корова была, и она нам это молоко все отдавала, хозяйка. У нее очень хорошая хозяйка была, тетя Лена, тетя Лена, начали мы уже учить русский язык, она с нами несколько раз повторяла, чтобы мы сказали это слово. Очень хорошая хозяйка была, учила нас по-русски разговаривать. У всех таких условий не было, одеваться, мыться, не было условий, люди болели. Особенно ТИФ был распространен тогда. Везде по Казахстану был ТИФ вообще распространен. Очень болели ТИФом. Но мы, Бог помиловал нас, никто не заболел ТИФом, никто не заболел. Из Семера поехали, и Семера вернулись детей, не считая мать-отец. А из ваших знакомых, родственников сколько человек погибло там? Очень много. У моего дяди, папиного брата, дочка умерла, взрослая дочка, даже уже сватали ее, заболела ТИФом, умерла, сын умер у дяди родного, у тети умерла, папина сестра умерла тоже. Тоже сын у нее умер. Три сына было, один сын умер. Много, много умерли. Медицинской помощи получали? Медицинской помощи, на два колхоза один врач был. Могилу выкопать, чтобы могилу зимой, если человек умер, силы не было у людей, не могли выкопать. В снег закопают его, в снег, до весны. А сейчас-то вон, в мороз любой будет, хоть скаты есть, скаты бросят, обжигают все, а тогда дрова чурки бросают, жгут, и три дня копали могилу, три дня мужики копали могилу, чтобы человека похоронить. А у кого не было мужиков, в снегу закапывали. А ели, лопухи ели, копали лопатой лопухи, я сам лично ел эти лопухи, сейчас-то их никто, а знаешь, какие вкусные, корень какой вкусный у них, не ела никогда. Знаешь, что, хорошо спасло, я не сказал тебе, летом ягоды, клубника, вот такая клубника крупная. Я лично сам два ведра собирал этой клубники. Телят пас и клубнику собирал. Потом с братом вечером домой относили эту клубнику, а там курорт был, боровой назывался, отдыхающие были, тиберкулезники, больные, кто на войне, кто это, и они покупали, с газетами делали кульки, стакан, насыпали туда, полный стакан насыпали, не было этого, чтобы обманывать, и продавали эту клубнику. Ягод было ужас. И рыбы было, озеро было 3 километра шириной, 6 километров длиной. Озеро было. Зимой проруби рубили, проруби, лед, и такие морды называли, сплетенные, стали, плетенные, спрутьев. Зимой и летом рыбу ловили, летом ягоды были, знаешь, кислое молоко и клубника, ягоды, как хорошо было кушать. Это село было очень большое, Катаркуль назывался, Катаркуль. Как город большой был, в этом колхозе, в этом селе два колхоза было. Мы были в путь коммунизм в колхозе, а дальше Фрунзе колхоз был. В этом же селе два колхоза было, очень большой, как город село был. Отца забрали в бригаду, отец сказал, что он работал в колхозе, бригадиром работал, и там бригадиром поставили сразу отца, а мать в огородную бригаду. И две дочки, сестры мои, тоже с матерью в огородную бригаду пошли, а брат тоже в колхоз, тракторную бригаду его забрали сразу. Сказали, научиться будет трактористом. И на тракторе его посадили, и вот он после рассказывал, Натий назывался, гусеничный трактор, Натий назывался. Вот его на Натий посадили, вот он говорит, его нужно было рукояткой заводить, на бензине заводят, на керосин переводят потом. Маленький моторчик на бензине заводят, а потом на керосин переводили. он крутить, я говорю, рукоятку не могу, а женщины были здоровые, русские женщины. И вот она за облицовку одной рукой за облицовку возьмется и говорит, и эту рукоятку как крутанет, и трактор заводился. И вот он работал на тракторе, не знал ничего, только научили, эти женщины его научили, как скорость включать. И вот он научился и работал трактористом. И тут через год, наверное, его на курсы комбайнера послали учиться. Комбайнера не хватало. Мужиков-то не было, женщины были, большинство. Комбайнеры, трактористы, женщины были. И на курсы комбайнера, но он грамотный был, уже в школе учился. И по-русски понимал, с отцом все время он, Владикавказ, на базар, туда-сюда, с матерью. Старшая сестра и брат старший по-русски уже хорошо разговаривали. На базар все, в Владикавказ они ходили. Отец чисто разговаривал по-русски, мать разговаривала по-русски. Землю дали нам, картошку посадили. Картошку, и эта женщина, хозяйка русская, матери семена дала, морковку, горох, бобы, лук, чеснок посадили. У нас мать такая шустрая была, вообще деловая была очень. Такой все посадила, все и так земля же там очень хорошая была. И начали хорошо жить, неплохо. С бригады тоже там кушать им дают, обед дают им. И все равно у нас было дома, еда была, все равно мать приносила нам и эту еду в бригаде, что им давали кушать. Там мучная затеруха была, мучная каша. Черный хлеб. Ну, с ней две девчонки, сестры мои, и она троем. И вот сэкономят и домой притаскивали нам. А отец вообще и брат и старший не приходили, они в бригаде. Через неделю так, в баню. Три года, через три года нам дали тёлку дали стельную. Она ту зиму, ту летом уже осенью отелилась. И три барана дали. Ну, некоторым очень трудно доставалось. Кто два человека, им корову не давали. Не давали. Один или два барана давали. Выше три, выше трёх давали корову. В семье должно было быть три человека. А трёх нету, значит, барашку. там одну или две давали. И так жили. Но отец в колхозе мало поработал. Он, по-моему, с год поработал. Даже год, может, и не работал. Наш фамилии, мы Амирхановы и Матиевы одной фамилией считаемся. Амирханов нужно товар на быках доставлял с района. Муку в пекарню доставлял. Но работал за троих. Отец здоровый был. Работал за троих. Тогда мешки не такие, как сейчас были, 50-килограммовые. 70-килограммовые были мешки. Но они не шитые. Сейчас шьют мешки, зашивают. Тогда завязками завязывали. Насыпная мука была. По сто мешков он грузил на эту бричку. По сто мешков. Быки сильные были. И вот он 18 километров с Шучинска к Тракуле дорога была, 18 километров доставлял. А пекарь был русский. Бердников Семен Иванович мы его звали. Семен Иванович был. Он тоже броня у него была. Он работал пекарем. И женщина с ним работала. И с отцом они сблизились так хорошо все. И он отцу всегда муку давал, хлеб давал. А так, чтобы люди видели, нельзя нести. Это надо ночью принести домой. И мы родственникам давали, помогали. Голодные были люди. Никого не оставляли. Мать с отцом всегда доставляли нас отнести. под рубашку спрячем сумочку. Тогда не было ни пакетов, ничего не было. Такие тряпочные сумочки были. Отнесем, постучим в окно, отдадим. И года три прошло вот так. Года три, наверное, не прошло. меня бригадир колхоза Иван Высокий такой мужик был. Он забрал меня от матери и телят пасти заставил летом. Телят пасти. В школу ходим, после школы заставил телят пасти колхозных. Казахстане колхоза вообще климат очень жаркий там был. Жарко было. Я опас этих телят. Я начал плакать. Большой был, но все равно плакать я начал. Они убегают, теляты. Пшеница была посажена, ячмень был посажен, они посевы портили. Я начал плакать, не справляюсь. Потом мне старшего брата Соломбека дали еще помощь. Объединили мы телят, объединили его и моих и пасли. Вот так я, наверное, года три летний период после школы пас этих телят. А потом начали русские с войны возвращаться, мужики, кто жив остался возвращаться, тоже матюкались, ругались. О, враги, вы воевать не хотели, вас выслали, вы враги народа. Вот так обзывали мужики, которые были так, ингушьи мужики, они боялись обозвать и сказать так. А над молодыми, над детьми тоже издевались, обзывали, по-всякому обзывали. Даже женщины обзывали, даже учителя обзывали. Ну, враг народа, вредитель. Это первое слово было. Вот я помню, она высокая учительница была, Александра Прокофьевна была, такая вредная учительница была, классный руководитель, она была моим старшего брата, Сломбека. Такая женщина была, она и отматюкает тебя, и отругается. Директора был, без руки был директор, такой слабенький человек, вы кого, они не боялись, они, это русские женщины были, знаешь, какие здоровые там. Свиней держали, свинины кушали, были здоровые, такие, как возьмет любого мужика, как мотанет, мужиков-то и не было почти что, инвалиды были только. А некоторые учителя к нам очень хорошо относились, очень хорошо. У меня была учительница Степанида Капитоновна, была, как сейчас помню, по четвертый класс. Хорошая, пожилая учительница была, очень хорошая была, и так мне поголовки погладит, погладит, молодец, хорошо, написал, молодец, говорит, хвалила. У нас по-немецкому учитель был, Адам Павлович, Шоль, фамилия. Я с класса вышел на перемену. Учительскую дверь приоткрыл немножечко и кричу в дверь «Гутен Морган, гутен так, шлеп по морде, гутен так». А он меня сзади, он с класса шел и сзади, и как за ухо поймал, а у него ноги обморожены были, протезы были у него, у этого Адама Павловича, на протезах он был. Немцев уже вперед высылали, чем нас. И он на товарняке ехал, он рассказывал нам, обморозил ноги. Немцев было в нашем колхозе очень много. Балкарцы были, карачайцы были. Вот это я опустил. Карачайцы были, балкарцы были, немцы были. Немцы вперед нас поселились туда, но немцы были грамотные. в колхозе булгартером, учетчиком. Начальство были, мужиков-то русских не было, инвалиды только были. А немцы были выслани. Даже нам, немцы, попались, рядом с нами жили. Владикавказец, как едешь на Беслан. Немецкая колонка называется. Не знаю, была ты там, нет. С Владикавказа на Беслан, как едешь. Она и сейчас есть, название немецкая колонка называется. Не доезжай Беслана. Оттуда немцы были даже. Этот год, который мы, 44-й год, который прибыли мы туда, этот год пропал. Редко кто огород посадил, редко кто мог посадить огород, редко кто жил хорошо. Плохо жили, очень плохо жили. Особенно балкарцы плохо жили. Карачайцы были шустрые, очень шустрые были карачайцы. А балкарцы у них вот в нашем селе, которые были балкарцы, у них большинство старики были. А молодежь очень молодые были, очень мало было. Молодежь. Дети маленькие были. А почему так получилось? Не знаю я, не знаю. У нас даже сноха балкарка, в 52-м году мы ее взяли. Там же мы жили вместе, засватали. старшего брата, жена балкарка была. В прошлом году такая умерла. И шесть сыновей у ней было, одна дочка. А вот карачайцы лучше жили, немцы лучше жили. Потом и балкарцы уже в 48-й год, 49-й год начали хорошо жить. А поначалу очень много балкарцев умерло. от голода и от холода. Вот как-то не было у них такой шустрости украсть там, в колхозе украсть или что-нибудь принести. Вот не было у балкарцев этого. Не было. Честные были. Честные были. Честность была их недостатка. Да. Вот наши сноха, они рядом, недалеко от нас жили. Вот у них мать, отец работали, старший брат работал, старшая сестра шила. И они жили хорошо. Мы к ним пойдем. Вот круглая кастрюля была, круглая, и вот масло, у них тоже корова была, на масле жарила. Вайлокум жал, царя. Жарила. Нас посадят, полную тарелку положат нам. Аладушки Аладики и потом еще называли бурсахи, они называли, бурсахи. Кругленькие такие, вот такие, кругленькие. Казахское мишное блюдо. Вот, вот бурсахи назывались. Они жарили, и тоже мы садились, кушали. Но потом уже под конец балкарцы начали хорошо жить, уже дети взрослые стали. Ну, а карачайцы и немцы неплохо жили, они уже шустрее были, особенно карачайцы. Они их с могилы достанут, карачайцы. Такие были добытные. Женщина, хозяйка наша, Елена, ее зять был председателем райисполкома в Шучинском. Он их забрал. Тещу и свояшницу, дочку ее. Забрал к себе. Она нам оставила, корову оставила, дом оставила. Нужен вам будет себе купить, не нужен продать отцу продаж. Корову надо вам оставьте, не нужно продать. Такая хорошая корова, как продавать. У нас две коровы, дом. Отец помаленечку в Сальпо работал, зарплата маленькая была, но он выплачивал. Они договорились с этой хозяйкой. как помню, я сейчас отец рассказывал, 6 тысяч мы отдали за этот дом. теми деньгами. Это мы примерно в 1947-1948 году вот так этот дом купили. Мы жили в этом доме до 1957-го года, пока возвратились на Кавказ. В 1955-ом году зимой месяце большой клуб был в нашем селении. Большой клуб был. В этом клубе сказали ингушам и чеченцам, всем балкарцам, карачайцам прийти в этот клуб. Это был 1955-й год, чеченцам не было, чеченцы уже уехали оттуда, не было, кто живой остался, уехали. Ингуши, балкарцы, карачайцы, немцы пошли в этот клуб, и я пошел, все пошли. Пошли мы в этот клуб, представитель был с Москвы, наверное, был, или с города был, не знаю, представитель был русский, орденоносец, ордена весят так, ну, поздоровался, поговорил, как живете, как устроились, на кого жалуетесь, кто будет жаловаться, расспрашивал. Вот он сказал, я вам хочу объявить хорошую весть, вы обрадуетесь, сегодняшнего дня ингуши, чеченцы, балкарцы, карачайцы, немцы, кто был депортированный, можете по Советскому Союзу ехать куда угодно по Советскому Союзу, только не на родину, жить, проведывать, поехать, можете, жить на родину, не разрешено. Всем нациям, которых я назвал, всем нациям, можете ехать, проведывать, где вы проживали, но жить не можете ехать на родину, закона нету еще такого. Причина депортации сто процентов это Сталину осетины жаловались, жить нам не дают, убивают нас. Лично наша ингушская депортация из-за осетин была. А так освободить территорию, отдать осетинам. отдали жить все осетинам. Грозные отдали дагестанцам, Дагестану отдали. Немцев по Волжию пересылали немцев тоже, их земли отдали. До сих пор земли не вернули немцам, тоже не вернули. Так же, как и нам. Единственное, восстановили Грозные, Чеченые ингушетии. А вместо пригородного района три района дали правительство Шелковской, Натеречный, Наувский. Три района. Я-то большой был, я же все знаю. Ингуши сказали, мы жить туда не поедем. Я не знаю, вы слышали, нет? Взрослый рассказывает, может, слышали. Ингуши заявили, что мы жить туда не поедем. Зачем нам ехать куда-то на Увский район, Натеречный, Шелковской. Верните нам пригородный район. И Москву ездили жаловаться. Ничего не было. Сталин, как отдал осетинам, Берий, Сталин. В общем, везде живут осетины. в пригородном районе полностью заселен осетинами. Нас выслали, а с гор этих кударцев всех прислали. Кударцы южной осетины. И гамсахурди слышали такого, когда до нашей 92-го года гамсахурди их грузин, да, война там была, они убежали оттуда южанцы. Большинство из Владикавказа переехали жить. Вот когда у нас в 92-м году война была, много жить было и южанцев в Владикавказе проживали. В пригородном районе ни один южанец не жил. До 44-го года, которые выслали, те жили, а после которого гамсахурди выгнал оттуда их, эти не зашли, потому что верхушка ингушей была в 92-м году. Ингуши жить. Председатель сельского совета ингуш, в обкоме ингуши, в райисполкоме ингуши были, учителя ингуши, в магазинах ингуши, все, пригородный район вот-вот возвращался ингушам, вот-вот. Председатель совет министров хитагуров, представитель правительства хитагуров. Голазов был первым секретарем, тогда же президентов не было, в 92-м году. Голазов был первым секретарем, а хитагуров был председателем правительства. Председатель правительства хитагуров и председатель райисполкома приехали в наше село, Терек, Южный, Терек, Чернореченский, мы жили вот так, где сейчас водоохранная зона. И нам в сельсовете сделали совещание, сказал хитагуров, мы обсудили этот вопрос, с Москвой поговорили, мы хотим пригородный район отдать вам, сделать автономии ингушетии в составе Северной Осетии. А мы говорим, зачем нам автономия? Пригородный район наш, отдайте нам пригородный район. Нет, говорит, такого мы не можем сделать, вернуть вам пригородный район. А в составе Северной Осетии автономии мы сделаем, говорит, ингушетскую автономию. Тогда Чечен-Ингушетия была? Не Чечен-Ингушетия, а в составе Северной Осетии, говорит. Это представитель правительства заявил нам так, я живой человек, это его слова, он живой Хатагуров, и сейчас в Москве живет. Ельцин приехал, когда Владикавказ, я сам присутствовал, Ельцин сказал, братья Осетины, трудолюбивый народ, руку вот так поднял, и говорит, я стоял внизу, смотрел так на него. В каком году? Это было в 92 году, до нашей депортации. До событий, да? До событий, да. До событий, да. Ельцин приезжал, Владикавказ приехал сначала, там он сутки побыл, они его хорошо обогрели, обслужили как надо, и при пьяном виде приехал на зрань. Может, рассказывали, слышал, он уже пьяный был, когда на зране, был на митинги на сходе. Там сказал, братья осетины, я вас в обиду не дам. Тут приехал, сказал, братья ингуши, я вас в обиду не дам. И вот так. и уехал домой. И пригородный район до сих пор у осетинов. Длинная долина была, длинная долина. А осетины переименовали в Теркиво. В 57-м году мы приехали домой, ингушей не пускали уже домой, запретили, остановили. Мы вещи все погрузить в контейнеры, на станцию отвезли, на станции наши вещи три месяца стояли на станции. Контейнеры загружить. Дом продали мы уже казахам, большой дом продали, и мы живем на птичьих правах, не вещей у нас нету, родственники, знакомые дали нам. И тогда что, у нас нахабалкарка была, а начальник железной дороги был балкарец, их родственник. Мой старший брат мой, зять их поговорил с ним, с начальником железной, от как Читава до Караганды он был начальником железной дороги, хозяином он был. И они решили, как балкар, балкарцам разрушали, только чеченцам ингушам нет. Грозные и пригородные возвращаться запрещали. Как балкарцы, что мы балкарцы. Сделали нам документы, справки, тогда паспортов не было, не было паспортов туда, ни у кого. Дали нам справки, что мы балкарцы. И как будто в Нальчик едем. Мы приехали в Нальчик, на пассажирском поезде. Нальчики летом в июне месяце, в июне, в середине июня прибыли в Нальчик. Тот же день, тогда были мягкие автобусы, низенькие, икарусы были. Не такие, как сейчас икарусы, а маленькие. На икарусе мы приехали в Владикавказ. Тот же день. Плошь Чтыба в Владикавказе, где ЦУМ, через Терек, была когда-нибудь? Да. Вот на площади Чтыба мы прибыли, там жили наши знакомые кумыки. Кумыки жили, наши хорошие знакомые кумыки. Рядом с этой площади с Чуканом отец с матери пошли к ним, а мы тут подождали пока на площади. Потом возвратился, отец забрал нас, идти сто метров было. Забрал нас, покушали у них, эту ночь мы там переночевали, уже вечер был. Отец и мать, и старший брат поехали в Болту. Болта слышала? Болту поехали, там дядя наш жил, в 56 ноябре 7-го уехал оттуда. В 56-м году кто ехал, им давали товарные вагоны, товарные вагоны, скот можешь брать, все можешь брать. Они загрузились, и две семьи уехали. В 56-м году, в ноябре месяце, они жили в Болте. Почему? Потому что в Тереки, в Глиндолин не пускали, там были инвалиды после войны без руки, без ноги, престарелых, дом престарелых был, где мы жили, и осетины жили. Наши матиевские дома подряд, 5-6 домов подряд, наши матиевские дома, у нас дом был каменный. В 22-м году отец нанял греков и армян, и из камня сделанный был дом. И так у людей, наши матиевские дома были все заняты, Тичкиевы и матиевские дома были заняты инвалидами. Жили инвалиды, кто на войне ногу потерял, руку потерял, семью потерял, вот такие инвалиды жили. Вся власть в их руках была, у осетинов. Нас не пустили. Сразу милиция полностью с Владикавказа милиция приезжает, арестовывает туда-сюда. И дядя наш жил в Балте. И там в Балте тоже наши матиевские дома, русский проживал. Он уезжал на Сахалин, жена, сын, дочь уезжали в Сахалин, и они в аренду нам сдали этот дом на три года. Три тысячи мы заплатили и в аренду взяли в Балте дом и поселились туда. И одновременно мы строились в Терке. Директор совхоза нам дал земельный участок, директор совхоза. нас против бывшего своего дома построили. Так как наши дома были у государства, там сначала был дом престарелых, после этого сделали турбазу, детскую туристическую базу сделали. И когда мы депортировались, она была, эта детская туристическая база, дом себе построили и жили в Терке, жили хорошо, во всем доставке. Ну, пришлось в 92-м году покинуть и Терк, так как я не знаю, можно говорить или нет, так как Ельцин 33 тысячи войск прислал сюда между конфликтом Осетинским и Ингушским конфликтом. и нас начали расстреливать. На моих же глазах начали дома гореть, убивать людей, с БТРов и с БМП расстреливали. Это было в 92-м году, 30-го мы вышли оттуда, это было числа 29-го, 28-го, 29-го октября, когда начали расстреливать людей и сжечь дома. прямой наводкой били с БМП и с БТРов били. Били российские били и осетины били. И мы с трудом кто как мог в Жарах ущелье, в Жарахское ущелье ушли. С нашего селения человек, наверное, 15, точно я знаю, 12, я точно знаю, после еще трех человек обнаружили. Человек 15 расстреляли с нашего селения. С Терка. Чернореченской Терк, человек 15 убитых. И без 10 пропавших на сегодняшний день с кого-то 280 или сколько человек. Вот так. Терки мы жили с 61-го года. Построили дом Терки и переселились с болты в Терки. И жили до 92-го года. 30-го октября мы вышли на Жарах. До 30-го октября жили. там работал я в Владикавказе. Завод ТАПАЗ я работал шофером на дежурном автобусе. А до этого я работал 18 лет я проработал газовой нефтяной промышленности Газпром СССР. Управление было в Армавире и объединение в Ростове. До 78-го года в конце 78-го года я рассчитался. До 78-го рассчитался в конце. Дети начали расти, семья. пришлось рассчитаться. И работал все время в Владикавказе. На автобусе работал. В АПАПе работал на автобусе. После АПАПа работал в завод ТАПАЗ на дежурном автобусе. Рабочих возил. После этого вот этот случай депортация. Пришлось покинуть тереки уйти в Жайрах. С Жайраха добирались пешком в Суджинский район. 8 лет я прожил в Слепцовской. На квартире жил сначала у чужих. Потом в 94-м году летом купил я домик в Слепцовском. Тогда были миллионы были. 32 миллиона отдал тогда. Деньги дешевые были. И прожил я там до 2004-го года в Слепцовской. В 2004-м году я продал этот домик и переехал в Карабулак. жил в вагончиках пять лет в Карабулаке. Средний сын сейчас там живет. Сейчас правда дом построили. А то жил до прошлого года жил в вагончике. После 2009-м году я переехал на зрань сюда в центр КамАЗ. Сын построил дом. Черезвычайку получил. Построил мне дом и вот я живу сейчас в центр КамАЗе. От государства что я получил компенсацию 601 тысячу получил я компенсацию за 122 квадратных метров. так как я отказное не писал у меня все документы на восстановление не заставляли писать отказное со стороны Осетии со стороны из Москвы представители мы три брата оттуда депортированы ни один отказной не написали мы и мне за 122 квадрата дали 601 тысячу и сказали если хочешь бери эти деньги не хочешь вообще не получишь отрезали квадраты замеры переделали все замеры представительства Северной Осетии и вот я получил за 122 квадрата 601 тысячу я получил 2000 2006 году получил первый этап и 2008 году второй этап мне прямо разбили когда я получил первый транш у меня было на восстановление я поехал в Терк на старое местное проживание обратился к главе администрации Касаеву по сегодняшний день он работает от Касаев Булат показал документ ему что у меня на восстановлении я буду фундамент залаживать категорически мне запретили фундамент строить милиция приехала человек не помню 8 или 10 было милиции вооружены до зубов сказали ни одной лопатой копать не будешь не копнешь ни одной лопатой и насильно заставили уехать стерка уже когда я после первой транша когда я поехал после первой компенсации и запретили не дали строить и по сегодняшний день не дают строить и жить не дают признали водоохранной зоной терк чернореченская ни один ингуш не проживает по сегодняшний день в 8 населенных пунктах вместе с Владикавказом в 8 населенный пункт Владикавказ если так проведать если не поехали ни один ингуш не проживает в 8 населенных пунктах я могу их перечислить Октябрьская Джайрахи мебельный комбинат фирмы Казбек Южная Чернореченская Терк Попов Хутор Владикавказ ни один ингуш не проживает не разрешает жить вот такие права у нас на сегодняшний день Казбек